Всем привет, с вами Аня и вы на моём канале. Мы сегодня поиграем в Токобока и я хочу оценить новую школу. Посмотрите какая она нереально крутая. Сегодня мы вместе её оценим, посмотрим, найдём все секретики и также может быть нам попадутся баги. Вы тоже делитесь своим мнением в комментариях, как вам обновление. Уже успели в него поиграть? Школу я купила, возможно кто-то скачивает с каких-то сайтов. Я честно не знаю, говорю только за себя. Так что друзья, заваривайте что-нибудь вкусненькое покушать, несите чаёчек, кофеёчек и усаживайтесь поудобнее, родные мои. Я вам всем желаю приятнейшего аппетита и просмотра. Давайте сначала почитаем, что было добавлено. Вперёд в старшую школу, с лучшими друзьями. Три локации, первый этаж, второй этаж и третий этаж. 13 персонажей и 5 питомцев? Ничего себе, целых 5 питомцев, интересно их найти. Ходи на занятия, заводи друзей и устраивай скандалы в коридорах. О, как мы это любим. Вступай в группу поддержки, играй в школьном оркестре или организовывай выпускные вечера. Будь в курсе всех слухов, симпатий и любовных треугольников. Ребят, это так круто, так красочно и интересно. Давайте сюда закрутимся и посмотрим. Здание строится. Обалдеть, обалдеть. Посмотрите, какая красота. Школьный автобус, велосипеды. Это всё так здорово смотрится. Ну что, ребят, наша банда друзей уже в сборе. Мы пришли в школу и посмотрите на них. Рита у нас в художественной одежде. Наверное, готовится к художественному уроку. Зик её соблазняет чипсами. Наритут со своим рюкзачком. Или он просто как бы стоит, да, наверное, смотрит на Риту. Но мне больше всего нравится Брэндон. Посмотрите на его новую одежду. И обратите внимание на пирсинг. Ой, это что, газировка? Так, она никак себя не проявляет, потому что в трейлере я видела, что-то взрывалось. Ну, может быть, чуть позже мы это найдём. Давайте её поставим. Кстати, на дереве ещё такая надпись интересненькая сердечком. Я люблю тебя. Питомец номер один, я полагаю. На столике есть такая тетрадочка зелёненькая. И фруктовый салатик. Всё очень мило и красиво смотрится. Давайте начнём с правой стороны. Заходим в школу. Здесь указатель художественный класс, пустая пробковая доска. Мы можем, наверное, сюда плакаты свои повесить. Бутылка, которую мы можем наполнить водой. Ну, или просто стакан. И четыре шкафчика. Предлагаю начинать с самого начала. В первом шкафчике такая синенькая тетрадочка. Мне тоже нравится её оформление со звёздочками и сердечками. Также фиолетовая расчёска, помада, прокладки и лак. Вот такой фиолетовый красивый лак. Очень блестящий. Вау, какая прелесть, ребят. Я хотела это на голову нацепить, но у меня ничего не получилось. Похоже на небольшую корону. Жалко, вот так вот нельзя сделать. Было бы замечательным аксессуаром. Что думаете? Но всё равно очень мило. И посмотрите на эту прелесть. Такая забавная ламка. Очень здорово. Ребят, мне так нравится этот шкафчик. Как думаете, чей он? Так, табличка. Табличка, любимая, богованная. Вот так вот она летает. Если мы её перезакроем. Ну, мы уже проходили все эти таблички. Опасное дело, короче. Не будем это трогать. Давайте уберём эти все вещички обратно в шкафчик и закроем его. Откроем следующий. Опачки! Что я вижу? Это же мой шкафчик. Ребята, посмотрите, как же тут много еды. Ого! Это же новые чипсы, доритосы. Ну, или начос, ребят. Посмотрите, я обожаю начос с сырным соусом. Если честно, постоянно, когда хожу в кино, беру начос, сырный соус и ещё попкорн сверху. Так что, друзья, кто тоже такой же прожорливый, как и я, ставьте лайки. Ну, реально, ребят, начосы, это просто вообще космос, космическое обновление. Я влюбилась в эти чипсы. Обычные и стандартные, то также и шоколадочки. Такие вот чипсики. Опа, и ещё один новый батончик. Булка. Это что-то на тренировочном, что-то полезное. Такой вот злаковый батончик был добавлен. Ещё парочку шоколадок. Мармеладные мишки! Гамми! Ребят, здорово-то как! Тут целый радужный наборчик мишек. Но мы сделали из этого какую-то кучу. Жалко то, что я сделала это кучей. Ну, ладно, всё равно я это всё слопаю. Также есть такие зефирки и конфетки. Все вот эти вот чипсики уже были. Посмотрите, как много закусок. Ребят, это точно мой самый любимый шкафчик. Здесь ещё очень много красивых наклеечек. Кул, круто. Всякие таблички. А что, прямо здесь лапшу можно будет заваривать? Интересненько. Вот эта лапша уже была. Она находится в университете, а именно в общежитии. Также можно найти голубые ножницы, вернее синенькие. Как иностранно их переворачивать другой руке. Ребят, опять бутылка и ментос. Ну, на нашем языке это ментос. Давайте его откроем и попробуем совместить с бутылкой. Да, сработало! Офигеть! Как же это прикольно! Ребята, сколько же всего можно снять? Что ты будешь делать только с этими нитками непонятно? Как бы столько закусок и нитки. Шкафчик приколиста, но тут еще есть ножницы. Ребят, что можно сделать с нитками, ножницами и кучей вкусняшек? Мне кажется, шкафчик какого-то шутника, особенно с газировкой и ментосом. Очень и очень подозрительно. Ой, я что-то прям с упаковкой ем. Надо же все это дело открыть, продегустировать, ребят. Маршмеллоу с чипсами. Что может быть вкуснее? Разве что конфеты шоколады. Давайте все так же поставим в шкафчик и закроем его. Откроем следующий. Но здесь у нас только одна одежда. Вот такая черная одежда. Тоже очень стильная. И посмотрите, как-то странно багуется голова персонажа. То есть он весь покрывается вот этим вот облаком, а голова остается. Довольно необычно. Ну ладно, давайте откроем следующий шкафчик. Последний. Какой же он яркий. Он второй мой любимый после вот этого. Мне нравится здесь оформление фиолетовое. Прелестный телефончик. Такой классический. Боже мой, какие красивые ручки. Ребят, я очень влюбилась в это обновление. Разве не прелесть точилка? Класс, класс и еще раз класс. Тут мы можем что-то слепить из глины. Но самое крутое, это конечно же мольберты. Я ходила в художественную школу. И просто потрясающе, друзья. Как же они это сделали. Мы можем нажимать на холст и менять рисуночки. Просто потрясающе. Ждите от меня кучи сериалов на эту тему, ребят. Поддержите пожалуйста лайком, если тоже ждете. Банка с кисточками. Я думаю мы можем их вытащить. А банку уже используют для своих вещей. А наполнить? Нет, наполнить мы ее не можем. Тут кстати еще есть куча ментоса. Только здесь эти конфетки называются чиллоу. Как много цветной палитры. Наконец-то больше не надо будет строить свою школу. Раньше мы как с вами мучились. Помните, делали эти большие здания, школы свои собственные. Теперь у нас готовая огромная школа. И тут очень много всяких вещей для того, чтобы вы делали поделки. Но самое крутое это конечно же мольберты. Их можно переносить. Офигеть. Вот это реально здорово. А еще стулья можно переносить. Да. Он просто сидит на одном стуле, а два других держит. Четвертый надо на голову поставить. Вот на этих вот висят такие две картины. И я одну выкинула. Да, достать ее нельзя. Это не аватар ворлд. Я хотела ребят на мольберты попробовать поставить. Нет, ее не получится поставить. Только повесить. А еще я заметила маленькие картины. Цветочек, салатик, собачка и вот такой вот кузнечик зелененький. Можно оторвать отсюда бумажное полотенце, если вы испачкались. И в принципе это все вещи. Я не вижу тут каких-то секретиков больших. Только еще можно найти краски. И давайте попробуем что-то сделать. Сменить допустим прическу. Да, мы так же можем все поменять. Но эти краски рабочие, ребят. Я думаю такое получится с каждой краской. Зеленые. Это серая какая-то краска. Тут целая коробка с этими красками. Меняйте на любой цвет. Давайте теперь продвинемся в левую сторону. Майчипсики меня тут ждут. Рита даже не вздумает это трогать. Ого, еще четыре шкафчика. Обалдеть. В первом шкафчике такая игрушечка. Что-то вроде маленькой подушечки планетки. Сердечко. Несколько музыкальных инструментов. Вы можете их прослушать. Я попробую оставить звук включенным. И если, друзья, вы это услышите, то будет хорошо. Если нет, то извините. Наверное, это шкафчик кого-то из этих персонажей. Лучшие друзья. Также я вижу звонок школьный. Может быть это шкафчик учителя? Или персонаж сделал его звонок. Не знаю, почему он здесь находится. Тот же самый пенал из трейлера. Он очень милый и красивый. Такая вот кассета. Вообще очень много кассет. И мешочек с алмазиками. Такобока появилась пародия на игру подземелья и драконы. В Америке это очень популярная игра. Поэтому, друзья, тоже приобщайтесь к этой культуре. Будет интересно погрузиться в новую атмосферу. Классная желтая тетрадочка с цветочками. Она очень яркая. Фотокарточка. Окно что ли? Мне кажется, или эта фотокарточка тоже немножко багуется. Ну ладно, повесим обратно. Ниже еще одна карточка. Откуда же эти цвета там? Похоже, будто это из какого-то туалета сделали. В общем, шкафчик любителей делать фоточки. Но, кстати, фотоаппарат не пускает фоточки. Тут есть форма вот такая. Спортивная. И еще один снимочек. Но это точно снимочек с шкафчиком. Яблочко для перекуса. И органайзер с ручками. Ручки мы никак открыть не можем. Давайте посмотрим следующий шкафчик. Вау, как же тут много всего. Очень милый яджет дневник. Огромнейший плакат. Очки. Новые книжки. Очень нравятся эти учебники. Еще одна одежда. Ух ты, вот это здорово. Мне очень нравится эта одежда. Тут также есть футляр для зубной щетки. Любовное письмо. Мы тоже это все в трейлере видели. Мне так нравится эта форма, друзья. Наверное, я в ней продолжу снимать выпуск. Давайте откроем последний шкафчик. Это шкафчик вот этих вот лучших подружек. Тут новенькая жвачка. Попробуем надуть самый большой пузырь. Ну, ты могла бы и больше сделать. Очень красивые новые ежедневники. Они так красиво еще раскладываются закладками. Бутылочка с водой. Тут также есть прокладки. Новая расческа. Румяна. Снова мешочек с кристалликами. И фигурка. Вот это правда здорово. Шкафчик очень милый и ламповый. А в самом конце есть огнетушитель. И, ребят, пишите в комментариях, какой бы вы шкафчик заняли. Давайте зайдем в класс. Самый большой класс, который я видела. Сразу почему-то обратила внимание на новое растение. И солнышко так на нас смотрит, как всегда. Здесь нет занавески. Много парт. На столике есть телефончик. Такой телефон, кстати, на почте есть. И мне нравится одежда на этой девочке. Давайте ее примерим на себе. Так, так, так. Друзья, вау, вот эта форма мне больше даже подходит. Особенно к заколке. Посмотрите, мы можем занять какое-нибудь место. Тут на парте тоже есть наклеечки. Сзади сидит учитель. Такой модный классный учитель в очках. Пьет кофеечек. У него тут тетрадки с ручками и фломастерами. Еще больше растений. Есть классный ноутбук. Посмотрите, ребят. Он, кстати, разворачивается. Если мы на парт поставим. Ну, он прям тут подготовлен. А вот эти все элементы уже есть в университете. Так, какая-то новая стойка. Да, мы можем ее взять в руку. И переместить, допустим, в домик. Значит, по строечкам своим собственным быть. Папки уже есть. Вот эти штучки тоже есть в университете. Линейки. Книжки новенькие появились, я вижу. И такая же интерактивная доска, как в университете. Мы можем поменять слайд и произвольно рисовать. Допустим, вот обвести ленивца и объяснять что-то там. Это ленивцы. Довольный учитель. Листает карту. Тут вот, допустим, находится клад. И как к нему пройти. По-моему, прикольно, ребят. Строение персонажей только боком. Вы также можете объяснять. Делать всякие здесь пометочки, указания. У персонажей в голове находится вот это вот. Называется мозг. Моего персонажа, похоже, он обделил. Ладно, давайте поднимемся на второй этаж. Открываемся по очереди. Новая доска. Да-да-да, я видела ее в трейлере. Ее очень сильно запомнила. Мне нравится. Опять злаковый батончик. Скомканная одежда. Мешочек с кристалликами. Фигурка. Бутылочка. И плакат. Кстати, там игрушка, помните? Плакат прям по игрушке. Я вижу еще школьную форму. Спортивную. Следующий шкафчик пустой. Ну, что здесь сказать. Шкафчик призрака. Ничего себе, какой атмосферный шкафчик. Это шкафчик определенно парнем, который является поклонником вот этой девочки. И он ее рисует. Пишет всякие записочки. Ммм, какая романтика. Нет, у меня прям вдохновение сделать разные истории. Я вижу еще одну тетрадочку. Может быть, рассказы сочиняет или стихи. Ребят, жалко то, что мы не можем перелистнуть эти странички. То есть тетрадка просто закрывается и открывается. А представьте, если бы мы еще листали ее. Как так получилось, что здесь растения? Он их сам вырастил или это как наклейки? Такой розовенький туалет. Больше похож на женский туалет. И вот этот кусочек, кстати, с фоточки. Я вижу желтый яркий рюкзачок. Тут есть карточка. Правила этой игры. Той самой игры. И кристаллики. Надо будет потом еще лайфхаки снять и использовать это как-нибудь по-другому. Тут радостный персонаж, который нарисовал на себе сердечко со звездочками. У него классная шапка. Нет, зачем ты ее выкинула? Нет, 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 верни. Давайте попробуем перезайти. Ребята, я хотела ее примерить. Очень классная шапка. Но я ее выкинула. Я, конечно же, победитель. Что ж ты все выкидываешь там? Нет, она не появляется. Как же это грустно. Выкинуть такую красоту. Но мы не сломили этого персонажа. И он продолжает улыбаться. Я так же думала, что персонажи будут отображаться в зеркале. Но нет, ничего подобного нет. Мы можем здесь взять полотенчиком. Помыть руки, вытереть их. Кран выключить. А вот тут, кстати, вверху, наверное, секретик. Давайте нажмем. Ну что-то должно открыться же. У меня ничего... Опа! Подождите, что это было? А сейчас никто не вылезает. Или мне показалось, или там голубь вылез. Тут голубь с улицы. Да, вот он. Посмотрите, какая интересная особенность. Тут есть автомат с прокладками. Здорово то, что разработчики внедряют эту тему. Потому что, как бы, вполне естественное дело. Огромнейший актовый зал. Тут вы можете менять темы. Мы сейчас находимся, как бы, в спортивном зале. Можно устраивать матчи. Давайте сделаем балл. Вот такой со звездочками. Ничего себе! Целый подиум для фоток! Обалдеть! Наш первый снимок. Ой, я нажимаю. Я думала, как в Аватар Ворлд раскроется. Но нет, друзья. Эти фоточки вы можете, кстати, повесить. Посмотрим, что еще есть. Вот с такими вот звездочками. Дискотека. А почему персонаж не танцует? Я хочу танцевать. Я же помню то, что там все танцевали. Вот! Стоп, у него ноги двигаются. Да, они двигаются! Персонажи медленно танцуют. Вот как только у меня в близняшках была дискотека, не хватало такого действия. Теперь персонажи могут ходить на медленные танцы. Есть также хэллоуинская тема с паучками. Но почему они так медленно двигаются? Здесь только медляки можно делать. Давайте послушаем эти музыкальные инструменты. Поиграем. Я надеюсь, вам слышно, потому что у меня звук выключен. Но на записи я его попытаюсь оставить. Посмотрим следующий музыкальный инструмент. Такая красивая флейта. И переносные стульчики. Они легко складываются. И можете их добавить к себе в домик. Мы уже доходим до самого конца. И я вижу много новой одежды. Форму черлидерши. Также для мальчиков. Помпончики. Мячики есть футбольные. Вообще куча разного инвентаря. Столики, стулья. Ну какая же красота. Ребят, посмотрите. Мы можем выступать вот так вот. Делать свой оркестр. Здесь еще есть микрофончик, гитара. Снова я вижу столики, стулья. Это же новые платья. Какая прелесть. Мне вот это нравится. Так нежным. Костюмчики смокинги для мальчиков. И еще одно нежное розовое платье. Но больше всего, я думаю, мне нравится вот этот хвост. Ребят, я Ариэль. Та самая маска и костюм. Моя мечта. Друзья, вот в этом я бы пошла на школьный бал. Вот кто что оденет на школьный бал. Наверное, вы выберете платье или костюмы. Я же пойду чисто вот в этом. Тут еще вы можете найти пунш. Тоже для вечеринки. И легко наполнять стаканчики. Похоже, мы долистали до самого конца. И давайте вернем одежду. А то это и не дело. Ходи с хвостом. Возьмем из рюкзачка карточку. И откроем сейчас секретик. Та-дам. Тайная комната. Посмотрите, ребят. Опять эти фишечки. Не нравится ковер. Подушки, к сожалению, взять мы не можем. Но что тут еще можно взять? Голубям, также бутылочкам, пчелкам, всякие растения. Куча-куча ментосов. Я называю это ментос. Хотя знаю то, что тут это чило. Еще один новенький питомец. Такой вроде чикотейка. И упаковка с чипсами. Наверное, ребята тут собираются и ты сядь после занятий. Или во время каких-нибудь перерывов. А мы поднимаемся на третий этаж. И попадаем сразу в кабинет директора. Либо это не кабинет директора, а какого-нибудь секретаря. Ну такой он маленький. Мне кажется, вот это был бы кабинет директора. Но он настолько успокаивающий. Особенно с этими плакатами. Что выглядит, будто это кабинет психолога. Тут есть аптечка, кстати. С разными лекарствами. Салфетки новые. Вижу много новых книжечек. Какая классная картина. Вот этот котик, он есть у нас на почте. Похоже, ребят, мы нашли хозяйку этого котика. Кружка такая милая. С цветочками. Мне нравится. А это что за дружок? Разве можно в школе держать собаку? Либо какой-нибудь ученик привел в школу своего питомца. А эта женщина его забрала к себе. Ну как бы, потому что не дело. Посмотрите на эту прелесть, ребят. Ратушная подушечка. Я перетащу ее к себе в особняк. И весь этот уголок я бы просто вырезала. И перенесла к себе в особняк. Потому что как много здесь растений, картин. Все такое красивое и классное. Плохая оценка, скомканная. Мы можем делать свою оригами. Вот такой кораблик получается. И зелененький динозаврик. А что же и желтенький. Вот такой дракончик. И чашка такая классная. Солнышко. Удивительные вещи. Опять новые папочки с книжечками. Картина. Это же макет школы. Такая прелесть. Ути. С левой стороны зона для уборщицы. И тут еще одна карточка. Так, так, так. Надо будет найти, что же тут. Форма. Уборщицы. Ничего новенького. Это есть у нас уже в редакторе. А для чего же вот эта карточка? Может быть она ту же самую дверь открывает? Ребят, вы знаете для чего она? Напишите пожалуйста в комментариях. Это наверное творческий уголочек. Здесь ребята обсуждают проекты. Готовятся к какому-нибудь событию. Вот к балу допустим. И рисуют всякие планы. Тут еще одна одежда. А в уголочке есть желтая гитара. Она тоже яркая. Новый ноутбук был добавлен. И на заставке школа. Школа с деревом. Главные героини тусуются в школьной столовой. И обратите внимание, на столике написано Рита. Ее пометочка. У них новые телефоны мега крутые. Стулья переносить мы не можем. В руку они не передаются. Ну что же это за красота? Это же куча, куча еды. Куча всяких вкусняшечек. Правда большинство еды уже есть у нас. Сэндвичи можете здесь взять. Шурму. Я уже бегу это кушать. Давайте все дегустировать. Ммм, какая же вкусняшка. А еще я не заметила здесь никакого повара. Никто не продает еду. Никто ее не продает. И это очень даже грустно. Зато мы можем туда своего персонажа поставить. И он будет сам работать. Вот эту посуду вы тоже можете переносить. Я определенно заберу это в особняк. Очень удобная вещь. Также добавлены новые подносы синие. В школьной столовой другие подносы. И конечно же мне нравятся эти новые школьные картины. Особенно с едой. Жалко только здесь не продают пиццу. А так было бы вообще полностью укомплектованное помещение для меня. Также вернулась в туалет и нашла скрытую флешку. И я все-таки попытаюсь ее куда-нибудь вставить. В компьютер она не вставляется. Попробуем в ноутбук. Вот у меня включенный ноутбук. И никак не совмещается. Но ничего страшного, можно использовать как декорации. Тут у нас есть еще один секретик, я вам его не показала. Нажимаем на кнопочку и открывается комнатка для крампита. Такой вот пугающий крампит из средневековья. Фиолетовый язычок, что же он там скушал. Наверное какую-нибудь цветную вкусняшку. А таким получился мой первый выпуск. Ребят, обязательно выйдет вторая часть с обновлением. Давайте его обсуждать в комментариях. Я вас всех очень сильно люблю. Желаю мира, добра, позитива и много вкусной пиццы. Всем удачи. Всем пока. Коротко я на школьном балу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok